Мир и благодать вам, каждому из вас, возлюбленной Богом, друзья, служение импакту. И имею на сердце поделиться с вами некоторыми размышлениями, имевшими место в моем сердце в начале этой недели. Мы живем в обществе, ориентированном на постоянных переменах или постоянных обновлениях. И зачастую они не столь важны для нашей жизни даже. Мы стремимся обновить или поменять наши дома, но не из-за того, что они совсем непригодны для жизни. Мы стремимся поменять нашу мебель, но не по причине ее ветхости. Мы делаем это зачастую отдавая дань моде. Американское общество, оно буквально помешано, так скажем, на пластических операциях. И несмотря на то, что мы и так выглядим прекрасно и красиво. Мы меняем одежду не по причине ее ветхости или непригодности, но отдавая дань той же самой моде. Мы меняем машины с малым пробегом не потому, что, так сказать, пришел конец, но у соседа появилась лучшая модель или марка, лучше, чем у нас. Ежегодно американский покупатель, он меняет 30-40 миллионов телевизоров, компьютеров, мобильных устройств, но не по причине их непригодности к применению. Мы просто поклоняемся той же самой моде. Но задам вопрос, как многие из нас, как многие из нас пренебрегают наибольшую нужду в переменах нашего внутреннего человека и преображения в образ нашего ума, преображения нашего ума, как много. В погоне перемен во внешнем, приходящем, зачастую ничего не стоящего, человек пренебрегает и игнорирует переменами внутреннего и переменами очень важными. Наш приход ко Христу, вера в Него, они весьма необходимы для преображения в Его образ. Но даже после этого наш Бог желает видеть истинного христианина в постоянном процессе духовного роста. Я убеждаюсь в истине того, что Господь не столь и не так ценит то, чем мы обладаем в материальном мире, как Он ценит и замечает то, кем мы являемся в духовном мире. Наше внутреннее духовное «я» есть самым основным, основным тем, кто мы являемся на самом деле. И зачастую лишаясь нашей внешней, глянцевой, видимой наружности нашего положения в обществе, даже нашего имущества, возможно, так близкого нашему сердцу, но всё-таки остаётся наш невидимый характер, наша душа, то есть наш внутренний человек. Это есть основой нашей ценности в глазах всемогущего Бога. Вашего и моего Бога впечатляет даже не столь то, что мы делаем, а то, кем мы есть. Почему? Отвечу. По той простой причине, дорогие мои, что на кресте Голгофы Христос не умирал за наши дела. Он умирал, во-первых, за наши души, за грехи человека. И несомненно, конечно, то, что наши неблаговидные дела, грехи или плохие поступки, они прощены, покрыты Его любовью, покрыты кровью Иисуса Христа на кресте. Я говорил слово в одной из церквей Америки о том, что Бог вознаграждает человека не только за видимое по масштабам его успехи или служения, но за верность Его слову. За верность Его слову. Основным же движущим инструментом наших дел, наших поступков является преображенный, освященный Святым Духом и Его Святым Словом Дух человека. Об этих переменах и обновлениях я и говорю сегодня с вами. Это есть очень важная и особая внутренняя невидимая величина человека, нуждающаяся в переменах и постоянном обновлении. Описано, более же всего храни моло, храни сердце свое. Более же всего храни моло, храни сердце свое. Так Священное Писание предстерегает нас. Не идет речь о биологическом сердце или сердцебиении человека, но о сокровенном сокровище, находящемся внутри каждого человека, без исключения. И именно с этим сокровищем имеет дело Бог с сердцем человека. Написано, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, говорит апостол Павел в послании к Рильманам, в 8 главе. Друзья мои, это именно такого богоподобия желает видеть наш Господь. Это те перемены, к которым мы обязаны стремиться. Не только в начале года, в начале месяца, в начале недели, но на протяжении всей нашей жизни. Наши с вами слова или поступки отображают характер нашего Господа Иисуса Христа. Другими словами, окружающие видят Бога таким образом, каким они видят нас. То есть, какими мы есть, такими они и видят нашего Бога, то есть Его последователей. Что очень важно, желаю подметить это то, что в этом процессе мы не одни. В процессе преображения, обновления мы не одни. Сам Бог на нашей стороне. И есть целый ряд сфер нашей жизни, областей нашей жизни, в которых нам необходимы постоянные перемены. Постоянные. Господь желает иметь участие в этом. Есть слабые стороны нашего характера. А характер – это составная часть нашей души, которую преступно оставить без внимания с нашей стороны. Если мы желаем угодить Богу. И временами это берет время, берет усилия. Но это стоит того, чтобы достигнуть успеха и духовного прорыва. Таким образом мы растем духовно. Знаю лично на личном примере, что процесс преображения или перемен в его образ духовного роста будет держать мой и ваш фокус на настоящем и с надеждой на будущее. Это более того, чем находиться в плену прошлого. Я обнаружил, что каждый день – это новая возможность. Новая возможность достигнуть кого-то, чего-то ценного для Царства нашего Господа Иисуса Христа. И для успеха в этом очень важно иметь соответствующий характер, иметь это богоподобие, стремиться к этому преображению в его светлый святой образ, подражать ему во всем. Поэтому желаю вам обильных божьих благословений. Будьте благословены. Ваши дома, ваши семьи, ваши души, ваши служения. Во имя Иисуса Христа. Будьте благословены.